О! И как я поживаю? Ура! Шикарно! Пока шикарно! Правда? Ну да, давайте надеяться. Я не зря грешил на Дискорд. Да. Всё. Дискорду смерть, а нам, значит, это жизнь. Так, сейчас, секунду, я тут... Олег, пока повтори, пожалуйста, зачем стримить начал. Я тут пока кое-какие... Повтори, пожалуйста, краткую информацию о себе. Да, ну, в общем, я уже третий раз рассказываю. Надеюсь, ничего не оборвётся. Ни единого разрыва. У меня простой ответ. Мне Винокуров, мой работодатель, Репаблик, подарил или выдал по работе микрофон. Большой такой, красивый, с ветрозащитой, с подставочкой. Всё. Для того, чтобы я делал подкасты. Репаблик сейчас увлечён подкастами. Пока в Репаблике я только начитываю свои колонки голосом. Ну и чтобы микрофону не пропадать, я попробовал стримиться на Ютубе. Пришёл в такой восторг, что теперь делаю это ежедневно почти. И, в общем, для 300 пользователей каждый день рассказываю о судьбах Родины. Ну, неправда. Не для 300 пользователей это Олег скромничает. Потом-то там на трансляцию смотрит. 300 в моменте, 2000 подуть. Вот такой мой потолок. Пока, по крайней мере, я волнуюсь на эту тему, поскольку, ну, тоже, градация, как бы, аудиторий моих, в том числе, какое-то очень лояльное ядро, менее лояльное ядро. В общем, в Ютубе пока самое лояльное ядро. Люди даже сшлют донаты с подписью на сигареты. Это трогательно и грустно, с другой стороны. Мы, Олег, вчера на тебе заработали немножечко. Да, и подлым образом, надо сказать. Да, весьма подлым образом. Нам немножко стыдно, поэтому есть... Да, без проблем. Но если есть какой-то секрет, который вы хотите рассказать, рассказывайте, пожалуйста, мне интересно. Не то, чтобы прям секрет. Ну, в общем, у нас тут справа снизу на трансляции был анонс тебя. Там было написано, что в воскресенье в 16.00 будет Олег Кашин. Он довольно долго провисел. Да, полтора часа он провисел. Люди начали просить некоторые в чате, чтобы мы его убрали. И мы предложили, что если они задонатят нам тысячу рублей, то мы уберем. И кто-то задонатил тысячу рублей и стал топ-топ-донатером на данный момент. Продали дешево тебя, Олег. Да. Привет этому человеку, да. Ну, что называется, мы не гонимся за дороговизной или дороговизной, поэтому все в порядке. Так, ну что... Давай теперь про Альбатс тогда. Про Альбатс. Слушай, мне кажется, мы... Знаешь что? Я хочу немножко про стримы поговорить. Вот смотри, я коллега. Ну, вообще есть полное впечатление, что как-то вот это общение, знаешь, там, условно говоря, автор-аудитория, она, а, перемещается в видеоформат совсем уже. Ну, то есть это было довольно давно, но как-то вот сейчас она стала прям совсем массовой и может быть даже дефолтной по умолчанию. Это с одной стороны. А с другой стороны, оно, это общение, становится именно живым. Ну, то есть вот люди там сидят и говорят, и опять же это скорее что-то вот подобное стримам, не когда человек выходит и там делает какие-нибудь репортажи или там примится откуда-то, да, а вот именно взаимодействует с аудиторией. И мне кажется, ты просто, ну, равно, наверное, как и мы, несколько почувствовал этот тренд вот такой или нет? Чего у тебя по этому парку? Вот какие соотказы? Мне-то кажется, что я его почувствовал поздно, потому что начинать это нужно было года еще два назад, наверное, или год. Но на самом деле не мне и не вам, радищикам, рассказывать, насколько прямой эфир любой отличается по драйву, по адреналину, по всему, от записи, опять-таки, от любой. У меня гораздо меньше, чем у вас, опыт, и значительнейшая его часть – это как раз прямой эфир на эфире, когда я бываю в гостях. Плюс я однажды работал в студии Коммерсант-ФМ, когда была еще рокировка Медведева Путина, и тоже там было часа три всего, но вот я выходил с ощущением какого-то абсолютного полета или секса, или как это правильно назвать. В общем, действительно, прямой эфир – это волшебство. Не знаю, как это психологически объясняется, но моментальный контакт с аудиторией – великая вещь, поэтому, как бы, если бы действительно я мог зарабатывать только сидя в Ютубе или там не знаю где, чтобы сидишь, говоришь, и люди тебя слышат в этот момент, я бы с удовольствием вообще перестал бы, наверное, и колонки писать. Я думаю, это достижимая вполне цель, потому что удивительная особенность как раз стримов как стримов, что на Твиче в большей степени, что на Ютубе в меньшей степени – это история про то, что даже небольшая по количеству относительно аудитории в абсолютных цифрах, будь то там, допустим, 500 человек онлайна будет у тебя, она может у тебя достаточно большое количество денег обеспечивать путем того, что донатить. То есть большинство стримеров живет условно на трех-четырех донаторах в большой аудитории, которые просто регулярно это делают. Ну, вы знаете, вот про деньги отдельный вопрос, уже такой метафизический или психологический, не знаю какой. Потому что, да, наверное, если ты, не знаю, играешь в компьютерную игру и собираешь донаты, или ты вот такой гик, который сидит и вещает, это одно. Если ты журналист про политику, то любой намек на то, что вот давайте слать мне деньги, в нашей традиции, в нашем опыте, в нашей, если угодно, культуре, немедленно ложится на вот это, а вот мой Яндекс-кошелек на Аркадия Бабченко и на такое, в общем, попрошайничество. Поэтому здесь я не знаю, как эта проблема решается. И я тоже наблюдал по каким-то своим знакомым, коллегам, по тому же Егору Просвирнину, который надонатил на компьютер, как бы и был счастлив, потом донатов стало меньше, он расстраивался. Или Дмитрий Голковский, известный многим, собирает на Rolls-Royce. Собирает, собирает, собирает. Правда, у него донат-гол там стоит, да. Да, да, да. На Rolls-Royce все дорожает. Да, ну слушайте, вот на самом деле это же такой элемент, ну, скоморошества может быть, да. И как бы я не уверен. Вот я когда тоже говорю у себя в стриме, нажимаем на кнопку с долларом, нажимаем там типа поддерживаем Олега, мне неловко. То есть совсем как бы понимая, что это ничего стыдного нет, да, что люди многие этим живут, все-таки я чувствую себя, как Павелит Матвеевич Воробьянинов, топчущий в пыли свой пиджак для собирания денег. Я не знаю, как с этим быть, и психологически не готов как бы переключаться на это. Слушай, Олег, ну мне кажется, тут история в том, что в последнее время все больше легитимизируется именно сбор пожертвований в том или ином виде. То есть первым там пионером, который это сделал масштабно в России, который сделал это занятие нестыдным, на мой взгляд, был Навальный, да, который превратил это из лозунга типа просто помогите мне в лозунг, а вы будете давать мне деньги, значит мне никто не будет давать. Еще понятно, что он был и раньше у многих СМИ с паеволами и прочими, но он вот именно такие донаты, как донаты, да, он их легитимизировал. Сейчас по такой схеме работает и медиазон, и новая газета, и это скорее уже превращается в некоторое общее место, когда все примерно понимают, что если человек напрямую не аффилирован, да, с какой-либо группой интересов, то он собирает деньги, и мне кажется, что дальше это будет только развиваться, и это чувство стыда, оно когда-нибудь уйдет. Тем интереснее мне твоя позиция по поводу того, что не чувствуешь ли ты, ну, то есть по сути Репаблик это же то же самое, просто у тебя есть прокладка между тобой и человеком, который несет деньги за подписку в виде самого Репаблика, нет? Там не такая же схема? Прокладка в виде редакции, да, в виде, там не знаю, как правильно назвать, офиса, но да, наверное, то есть позволяющая мне, собственно, тоже, у меня на самом деле... А мне кажется, еще хуже история-то, потому что там... Чем она хуже, извините? Ну, там заставляют, там людей заставляют покупать подписку, а здесь никто не заставляет, ну, хочешь донать, хочешь нет. Слушай, вот тоже мы живем в России, да, на самом деле, и у нас есть, наверное, какая-то особенность потребления в этом смысле, то есть даже свои статьи, я там какому-то десятку своих знакомых по их, как бы, запросу, он-демант рассылаю в готовом виде, и более того, я подписываю, да, я плачу медиазоне, у которой нет паевола, но я готов ей жертвовать, да, ежемесячно. Да, все жертвы в медиазоне, она крутая. И я подписан на несколько западных изданий, а, и на ведомости еще подписан, то есть плачу им деньги. И недавно было смешно, один российский чиновник, у него вышла, про него вышла статья по Несел Таймс, которую он не подписывает, высокий чиновник довольно, а он знает, что я выписываю, он меня попросил переслать ему эту статью, потому что ему интересно, что там написано. То есть, как бы, у нас есть такое, что, типа, окей, если что-то платное, то это можно обойти, поэтому как раз, в отличие от прямой просьбы, помогите мне деньгами, история про подписку, она как бы воспринимается как покупка сервиса, да, как, ну, покупка товара, и, собственно, иногда покупка услуги, и люди, да, во-первых, понимают, что это нормально, и нет ничего неприличного в этом, и, во-вторых, понимают, что это можно обойти. Вот тут мне, кстати, понимая твою вот эту примерную логику, ты ее, в принципе, на стриме с маргиналом озвучил, для меня тем удивительнее было, что ты решил именно на Ютубе стримить, потому что на Твиче, например, во время появления партнерки появляется такая опция, как именно подписка на тебя платная, да, со стороны зрителей, которые на тебя подписываются, ну, и регулярно, соответственно, делал платеж, тем самым превращает тебя все меньше в попрошайку, и все больше действительно в контент создавателя. Вот сейчас я, наверное, очень бы бледно смотрелся, включив такого гика, и объясняю, что Ютуб кажется мне привлекательнее Твича, потому что на самом деле Ютуб, я, по крайней мере, представляю, что это такое, Твич не представляю, а действительно бумер-бумер, поэтому взялся за то, что мне как бы и проще, и интуитивно понятнее. Вот тут тоже такого нет. Я еще хотел тебя спросить, а вот отличие чисто творческое стримов от колонок, потому что я сказал, что ты бы колонки писать перестал, слушай, но ведь колонки – это отдельный жанр, я так понимаю, они у тебя не выходят так, вот знаешь, ты не пишешь, как говоришь, у тебя стиль-то, я бы так сказал, наверное, такого подбора, то есть ты очень долго подбираешь каждый раз фразу, ты знаешь, о чем ты напишешь, ты знаешь, чем ты закончишь, как правило, и знаешь, там, может быть, с чего начнешь, но вот что у тебя, каким образом это у тебя будет выстраиваться, очевидно совершенно, что это ты довольно долго и, может быть, даже мучительно собираешь. Говоришь ты совсем по-другому, говоришь ты, вот часто даже сотовая связь не успевает обрабатывать, как ты говоришь, вот, и это совсем другой жанр. Означает ли это, что ты можешь совершенно спокойно вот эту мучительность и вот эту, можно сказать, какую-то, да, какую-то такую работу, которая уже где-то на грани с искусством, променять вот на это ежедневную болтовню. Ты знаешь, ну, если бы реально встал бы такой вопрос, наверное, потребность в писании бы у меня осталась. Более того, шутки шутками, и вряд ли это кому интересно, особенности биографии товарища Кашина, да, но, на самом деле, к писанию колонок, именно колонок, я в этом жанре дебютировал 18 лет и непрерывно этим занимаюсь, в общем, уже больше 20 лет. Я пришел ровно к тому, что на первом курсе технического вуза оказалось, что там не нужно писать сочинения и оказалось, что мне это нужно, что мне этого не хватает. Поэтому, если представить, что я отказался от колонок и занимаюсь только говорением как бы из головы, я, наверное, сел бы и писал бы книгу, собственно, что тоже у меня такая довольно вечная мечта. Вот, но тоже момент интересный. Вот моя программа «На дожде», она, я тоже анонсировал у себя в стриме, еще раз проанонсирую, должна измениться через месяц, если я решусь. В том смысле, что я перестану писать текст, микрофонную папку, да, которую я читаю с экрана и начну говорить из головы, наконец-то. Вроде мы уже решили, что я буду говорить из головы именно под воздействием моих стримов, что подумали, посмотрели, это прикольно и это живее. И действительно, я сам, когда смотрю свою программу «На дожде», я понимаю, что это как бы я, но при этом я не совсем я, поскольку человек читает, да, написанный текст какими-то нюансами, оттенками, намеками и так далее, но чтение написанного текста и говорение, да, произнесение речи, это, конечно, разные вещи, наверное, разные участки мозга за это отвечают, и язык по-другому шевелится буквально. Я, кстати, не соглашусь ни с Сашей, ни с Олегом, как это странно бы не звучало, потому что не соглашаться-то я буду как раз про Олега. Мне кажется, что в каких-то публичных беседах, будь то радиоэфиры, будь то программы «Кашина на дожде», у него сохраняется вот этот, ну, пафос, который присущ его колонкам, то есть от выстраивания самих предложений, да, в какую-то полупоэтическую плоскость, там не по рифме, но по духу, оно, я его чувствую просто, когда слышу, и у меня, о чем я вчера тоже говорил, у меня супердиссонанс, потому что в соцсетях, Олег, там в Твиттере, в Телеграме, везде, ты такой суперироничный, супер, ну, простой, да, веселый, шутящий человек, а когда любое публичное выступление, даже на твоих стримах, ты становишься суперсерьезным и суперпафосным, ты сам, ну, во-первых, согласен с этим, а во-вторых, как-то ты это рефлексируешь? Да, конечно, согласен, конечно, мне, ну, комфортнее в состоянии, причем даже не с компьютера, а с телефона, набивания каких-то твитов, постов, и здесь я и могу быть и веселее, и умнее, и чего уж там, как-то более, более изящен, и говорю я, конечно, хуже, и, наверное, вот эта пастосность, о которой ты говоришь, она есть, и с ней надо бороться, от нее надо избавляться, но все-таки, все-таки, тоже, вот сколько я уже в Ютубе сижу, месяц, наверное, вот эти четыре раза в неделю, каждый день, а я вижу прогресс, как мне кажется, да, и, ну, а что такое быть ироничным? Если ты сидишь и думаешь, вау, я ироничный, я клевый, то в этой ситуации ты будешь выглядеть запредельным мудаком. Я тоже знаю таких людей, которые вот несут свою самоиронию, как какую-то торжественную хоруковь, да, вот это тоже пошлятина, поэтому иногда лучше и пафосным быть, наверное. Это я, я вот несу хоруковь. Зачем? Ну, это классно, кстати, вот хороший тоже мем, несет хоруковь самоиронии, если бы ты это произнес у нас в эфире, мы бы с Фельгенгауэром, я имею в виду в утреннем развороте, мы бы с Фельгенгауэром сделали бы это отбивкой, несет хоруковь самоиронии. Произнесение произнесется не очень, но прям значение отлично. Таня, привет при этом, да. Хорошо, да, конечно. Ты можешь попросить Олега потом тебе аудиофайлы просто прислать, и может быть как-то это... Наложить на бит, да. Да. Просто я-то почему это спрашиваю, какая, мне кажется, существует угроза. С учетом того, что тебя в публичной плоскости все больше, да, учитывая стримы, учитывая переходы на эфиры, и поскольку приходов на эфир у тебя теперь не только на Эхо Москвы, но и на другие передачи, в том числе более массовые, то количество времени, когда ты пафосный, оно может в какой-то момент просто перевесить количество времени, когда ты не пафосный и ироничный. Ну и, короче, сам Олег Кашин поменяется. То есть вот этот вот условно настоящий Олег Кашин, он вот станет пафосным и не ироничным. Нет такой угрозы? Ну, вы знаете, любой Олег Кашин, так же, как любой Майкл Наки, любой Александр Плющев, мне кажется, всегда делается и лучше, и интереснее под воздействием какого-то давления, вот буквально там, не знаю, обстоятельств, среды, декораций, чего угодно. То есть любой выход из зоны комфорта, а попадание, вот даже там, как вы говорите, в более популярные передачи, конечно, это выход из зоны комфорта. А он делает, он тебя закаляет, делает тебя лучше. В 60 минутах у меня несколько подряд было эфиров. В первом я был очень бледно, потом немножко понарастающий, а дальше вот мой любимый момент, я знаю, просто там есть политолог Корнилов такой, который, в отличие от других гостей, реально постоянно орет, не знаю, может быть, он сумасшедший, может быть, у него какая-то особенная встреча. Но вот я его видел, я понимал, что он будет орать. И заранее подумал, я тоже, тоже приготовился, буду орать. Вот он начал орать, я тоже стал на него орать вот так. Вот. Это было, мне казалось, это было прикольно. Потом посмотрел по телевизору, не прикольно на самом деле, но, по крайней мере, тоже это интересный опыт, интересное занятие. Да, но я, во-первых, дошел ли мой донат, кстати. Да, да, Плющев задонатил нам. А почему меня никто не поблагодарил, Майк? Плющев. Согласен, наш косяк, наш косяк. Сам себе, да? Да. Ну, скорее, Саше мне, потому что все донаты, пока я забираю себе. Я тебе отдал такой пас, насчет того, чтобы обсудить мем стародавней. Ты его не принял, Майкл. Ну, и ладно. Про Яндекс.Кошелек? Нет, пас в смысле того, что несет хорук самоиронии. Но этот, родился мем у нас только что, а мы вот смотри, можем про старый поговорить. А, согласен. Так самое время, самое время. Многие, особенно те, кто следят за журналистской сферой, наверняка знают фразу «вон из профессии». И часто знают, что она приписывается Евгении Марковной Альбатсу. Вот тут Саша раскопал видео, которое, я так понимаю, я сам и сделал в какой-то момент. Сам у себя и раскопал. Я просто не мог его найти, потому что я тогда не называл видео. Просто я гостил его ролик. Да. Вот. Так я предлагаю нашим зрителям с ним ознакомиться. Сейчас мы его запустим на стриме. Олег, а ты параллельно трансляцию не смотришь нигде, да? Я не смотрю, она же фонила бы, если бы я ее смотрел, нет? Ну, если с другого устройства, то нет бы. Но ты знаком с содержанием ролика? Просто сейчас получится странная ситуация, потому что... Да, мне кажется, да, мне Плющев его показывал. То есть, да, помню, помню. Да, ну хорошо, я тогда его подрубаю. Пусть он идет. Убили Аню Политковскую. Мы с Аней вместе... Вот я прошу рассказать Евгению Альбатсу историю с мемом «Вон из профессии». Собственно, история была очень простая. Убили Аню Политковскую. Мы с Аней вместе ведь учились на одном курсе, и мы дружили тогда. И вообще у нас так очень рядом прошла жизнь. У нас довольно сложно были потом отношения, потому что Аня была такой больше кровозащитой, и политикой занималась. А меня всегда интересовала политика. А мы с ней последний раз виделись летом 2004 года. Ариэль Хаус, спасибо. Она была напонской Россией. Что-то мы там разговорились, Аня рассказывала, что Ирочка ее беременна. Ну вот. Что она собирается стать бабушкой. Перестанет заниматься профессией. И она рассказала такую фразу. Хотя, в общем, я понимаю, что я в своей постели не умру. А потом они убили. А потом, где-то на седьмой день после ее убийства, значит, появилась публикация этой Анны Арутинян на английском языке, которая была вся основана на вторичных источниках, и на тему плохим журналистом была Аня. А, значит, в качестве подтверждения своего тезиса была Санта из Павловского. Она довольно длинная, она семь с лишним минут. Мы что-то не порезали ее. Нормально, нормально. Такой совершенно, такой текст сверху вниз, совершенно неприличный, ну, как минимум, потому что Аня только-только убили. И совершенно несправедливый по поводу того, что там Аня не поверяла факты. А Аня была односторонняя. Аня занималась адвокатской правозащитной журналистикой. Это принцип адвокатской журналистики. Она всегда защищает униженных оскорбленных. Это вообще традиция русской журналистской школы. Нужно по-разному к ней относиться. Но, в общем, меня текст взбутил до глубины бывших. Он для меня был лично оскорбителем. Просто лично оскорбителем обидели его близкого мне человека погибшего, которая ответить не могла. И я считала для себя абсолютно необходимым ответить. Потому что Аня ответить уже не могла. И я пригласила эту аналутиненную передачу. И я, естественно, поинтересовалась, откуда же это нечто появилось. Увидела, что девочка, которая выросла в Соединенных Штатах Америки, училась в Нью-Йоркском университете. Понятно, что... Конечно, я часто понимаю, что мы вообще совершенно в разных реалиях существуем. И для нее это была такая... Ну... Ей сказали написать, но она писала. Я ее пригласила на передачу. Дальше... Во-первых, я совершенно не ожидала, что она придет настолько не готова к передаче. Потому что очень легко было с помощью коллег из новой дозеты было выяснить, что она там не звонила ни им, там ни источник. Ну, ничего не проверяла, да? Чистая заказовка, такая заказная журналистика, отвратительная. Именно потому, что касалась убитого человека. Ну, конечно, я не перечитывала... То есть, тогда-то я и перечитывала текст передачи. Конечно, это было такое избиение у младенца. Потому что и Юра Рост был, и, значит, Соколов из новых газет, и я. Но мы-то немножко знаем, что это такое профессия, да? В этом смысле, конечно, передачи надо было сейчас... Ну, я и тогда понимала, что передачи надо было делать немножко по-другому. Я, откровенно говоря, не ожидала, что она окажется такой слабой. Она совершенно будет не готова отстаивать свою позицию. После этого, когда... После этого мы пришли сюда, и меня просто разрывало от раздражения, честно вам скажу. У меня... Слушай, это, конечно, сдали нервы. Потому что я смотрела на эту беспомощную девочку. Говорю, и ты позволила Ане Политковской, которая что-то значит в профессии, которая в багажниках передвигалась по Чечне, которая переодевалась в платье, в которое ходили ингурские женщины, чеченские женщины, для того, чтобы оказываться в лагерях беженцев и рассказывать о том, что там творилось. Которые потоком шли люди, у которых убили, замучили, изнасиловали или, значит, убили в зимданах родственников. Я... Я сказала, что я вообще не понимаю, как она могла себе позволить вот это все написать. И для меня поразительно, что она закончила... Что она училась в Соединенных Штатах, где существует традиция, хорошая журналистская традиция, да. И ей никто не объяснил, что такие вещи делать нельзя. А после этого началась эта знаменитая компания в интернете, когда человек по фамилии Кашин, которого по непонятным причинам причисляют журналистам, но... Который написал текст, в котором выбосил было все. Я как-то даже... Ну, я тогда еще не привыкла к этим интернет-компаниям. А компания была очень простая, значит, заставить Венедиктова меня уволиться от Москвы. Ну, понятно, что они не знали, кто такой Венедиктов, не понимали, что такое от Москвы. И так, собственно, Кашин написал о том, что вот Альбат сказала у тебя, вон из профессии. Ничего подобного я, конечно, не говорила, да. А опровергать это, ну, это как-то очень смешно. Ну, потому что... Ну, просто смешно. Ну, дальше я регулярно это, значит, все время читаю о том, что вот Альбатс такое сказала гражданке Рутиня. Могу еще раз повторить? Ну, когда я этого ничего не говорила. Была такая заказуха. Это было время, когда целый ряд журналистов, Сурков, компаний, фонд эффективной политики привлекали для того, чтобы устраивать вот эти... Они, по-моему, это называется СМИ-контрейн. Это известная вещь, когда вот начинается раскручиваться компания... Бесконечная Альбатса. Ну, собственно, и все. Сейчас закончится уже скоро. Да, ну, собственно, вот мы посмотрели. Так. Можно я сразу скажу? Просто... Ну, что ж, давайте все-таки обсудим украинские выборы. Я бы что не предоставил. Все, да, продолжай. Уже можно? Да, да, да. Да, говорю, случайный элемент покаяния. Просто так получилось вчера на Эхе. Ларина и Петровская обсуждали, кто автор фразы «Вон из профессии». Ларина говорит, это Альбатс. Слушатель через Петровскую сказал, что нет-нет, это Кашин. Желая креветать, Альбатс придумал. Вот, в общем, смешная ситуация. Я запостил это в Фейсбуке. И обсуждали, что всплыло, да. Текст вот Анны Рутинян, вот той журналистки, которая Альбатс выгоняла, там, в общем, какая фраза есть. Альбатс ей говорит, вы должны уйти из профессии. И через там пару абзацев говорит, а теперь «Вон». То есть вот как бы такая последовательность. А у меня колонка была на эту тему с пересказом этой же встречи. И я вначале пишу как бы вот так довольно призывно, на самом деле, да, что вот там завтра на Эхе программа Альбатс очередная, и ее ждет флешмоб. Люди будут звонить и говорить «Вон из профессии». То есть получается копирайт реально мой. Понял я вдруг. Вот именно три слова в этой последовательности, да. То есть это ты создал этот мем? Получается, да. Я раньше об этом не думал, и раньше всегда говорил «Да, да, это из диалога Альбаса и Рутинян». Но просто как вот спасение, дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих. Никто не помнит, да, все говорят спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Такая же трансформация. У меня была похожая история уже с противоположной стороной, как бы что называется, с Симонян. В 11-м году я у нее брал интервью и спрашивал про разгром партии права отдела тогда еще, когда Прохорова выгоняли. А на что она говорит? Ну, на самом деле все правильно делается, потому что политика вещь такая, если слегка отпустить гайки, то предуплости фашисты нас с вами повесят. Через пару дней я по радио выступал по коммерсанту и рассказывал этот диалог по памяти. И говорю, и она сказала, что на свободных выборах победят фашисты на любых, и нас с вами повесят. То есть тоже немножко, как бы, пропускаешь ненужное, акцентируешь нужное, и в итоге получается ты придумываешь цитату. Пан Степан, спасибо за 100 рублей. И когда цитата Симонян в таком уже трансформированном мною виде, уже превращается тоже в мем, не мем, но до сих пор ее вспоминают, то мне неловко, потому что она говорила немножко другое, это правда. Так же, как получается и с Альбас. Но, видимо, то, что такая неизбежность превращения, да, цитат в мемы, цитат в поликлор. Ну, я бы сказал, неизбежность превращения цитат в мемы посредством Олега Кашина, потому что... Да, да, да. Только что ты признался, что ты подставил нас с Екатериной Шульман, потому что мы-то апеллировали к этой цитате с Маргаритой Симоньян, там была смешная достаточно история в эфире программы, она говорит, ну вот, многие люди говорят, что как будут свободные выборы, нас повесят на столбах, она говорит, и говорит, это приписывается обычно Маргарите Симоньян, и, соответственно, у многих людей возникает вопрос, а что же в этом плохого? То есть, получается, был порожден следующий мем путем извращения Олега Кашина, слов Маргарита Симоньян. Ну, в общем, мне кажется, что все политические мемы так или иначе через Кашину прошли. Ну, тоже, вы знаете, что в прощальной речи Ельцина не было фразы «я устал, я ухожу», например, да? То есть, там было «я устал», там было «я решил уйти», или что-то такое, да, но не было вот этого того, что все помнят как конкретную цитату. Ну, да, но ты знаешь, мы этот прием, кстати, взяли с Таней Фельгенгауэр на вооружение, потому что вот когда мы даем свое творческое задание утром людям, чтобы они писали стихи, естественно, не всегда фраза, которая была сказана, она, ну, точно так же, как «денег нет, но вы держитесь», та же самая история, да. Или «мочить в сортире» то же самое, там не было «мочить в сортире», там было «мы их и в сортире замочим», да, но, как бы, как это сказать, вселенная, возможно, с помощью проводника вроде тебя, она материализует мем, вот, и он уже живет своей жизнью абсолютно как бы без, абсолютно параллельно, там, автору, проводнику он своей жизнью совершенно живет. И поэтому мы вот тоже, когда даем людям задание, мы часто прямо сознательно, не то чтобы мы там, ну, случайно там оговариваясь или не зная, как было на самом деле, мы сознательно прямо рубим, просто потому что фраза очень длинная, например, для того, чтобы людям коротко там было что-то сочинять и удобнее. Ну, естественно, не искажая никакого смысла. А Риал Хаус пишет в чате, это человек, который нам задонатил, еще раз спасибо. Кстати, спрашивали, как нам задонатить, теперь в Твиче, там внизу есть такая прям картиночка с надписью «Задонатить на три корочки хлеба», вот прям по ней можете кликать и донатить, и мы все донаты зачитываем, и, соответственно, тематику дискуссии или вопрос Кашина вы тоже можете задавать. Но вот он пишет, что это эффект Манделлы, и это действительно так, это занимательный совершенно эффект, когда все долгое время думали, что Манделла умер, и все вот апеллировали к этому, а выяснилось-то, что он был жив. Но это, короче, когда есть массовое заблуждение о том, что что-то было иначе, как вот упомянутые фразы или как фразы из «Звездных войн», «Люк, я твой отец», такой фразы там тоже не было. Это тоже частный случай эффекта Манделлы. Раз уж у нас была... Ну и рожа у тебя шарапов тоже в известности. Да-да-да, все вот это вот. Ну, как Саша сказал, это все через проводников вселенной, одним из которых выступает Олег Кашин, делается. Коль скоро у нас была Евгения Марковна и видео с ней, я хотел спросить у Олега Кашина, почему, несмотря на такой достаточно, ну, в целом ироничный, провокационный характер твоих колонок и твоих высказываний, а почему ты такой обидчивый, несмотря на это? Типа сам любишь обижать, ну и лови обратно. Есть градация обид, конечно же, но нет, на самом деле, если говорить про конкретную Евгению Марковну, просто она вот в моем этом случае, конкретном, в конце прошлого года, когда был какой-то царь-срач с моим участием, она самый удобный образ, который, можно сказать, вот есть альбация, она меня обижает, поэтому я прав. Я понимаю здесь, конечно, вот тоже элемент, наверное, манипуляции, я не могу сказать, что там, да, я, конечно, обидчивый, но конкретно альбация, как раз для меня это уже такой символ и уюта, и стабильности, и чего-то доброго, теплого и лампового, потому что, действительно, вот эта история про он из профессии, она была почти уже 15 лет назад, и вот все эти годы в разных конфигурациях, у меня даже на обложке одной моей книги, где обычно отзывы есть, там гениальная книга, все клево, я собрал там три отзыва, Пархоменко, Шандорович, Альбатс и фраза Альбатс Кашин настолько, как бы там, типа, упырь, что его даже девушки не любят, вот меня тоже трогает до сих пор, хорошая фраза, хороший отзыв. Нет, как раз здесь вот не вижу никакой проблемы, в том смысле, что, а, я обижаюсь на людей, которые, ну что, там как-то, какую-то грань переходит понятную, наверное, формально тоже Альбатс. Ну вот, из действующего черного списка, скажем так. Ну, черный список, если конкретно забаненный в Фейсбуке у меня большой. Да нет, я имею в виду такой метафизический черный список. Я понимаю, но, собственно, они обычно совпадают. Да черт его знает, на самом деле как? Очень ситуативно, иногда можно и с нежностью относиться, тоже есть такие прецеденты, с нежностью относиться к людям, которые тебе говорят, ух ты мразь, как бы, да, но говорят любя, а можно обижаться на людей, которые говорят добрый вечер, как бы, в таком контексте, что, чтоб ты сдох. Здесь действительно нету четких правил, нету четкого этого самого, ну, обидчив-обидчив, а кто не обидчив, что называется. Я, на самом деле, тоже в плане, там, не только обидчивости, но и какого-то самолюбования, да, или, там, увлеченности собой, я думаю, я думаю, что я мало от кого в среднем отличаюсь, просто чаще других не скрываю, то, что я и обижаюсь, и, наоборот, как бы, как-то тащусь от себя, да, все одинаковые, просто чаще люди это скрывают, и людей, которые упоены своим, там, допустим, творчеством, да, среди пишущих гораздо больше, чем один я, и поэтому здесь тоже какой-то большой особенности нет. Тут, значит, спрашивают, сколько лет видео, Альбаса до сих пор кашем так относится, спрашивает Шепард Коммандер. Видео этому, оно 10-го года, вот, так что это спустя несколько лет после мема было, получается, ну, или там год, может быть. Не год, у меня 2006-го года. Шестого, ну, значит, это аж через 4 года здесь будет. Вот, а на счет того, до сих пор к кашему так относятся, ну, это лучше спросить у Евгения Альбаса, но я хочу спросить, ты же, по-моему, подожди, ты разве не писал в New Times? Я писал в New Times, это очень смешно, но это как бы, это было в 2012 году, но я ни разу не разговаривал с Евгением Марковной, то есть, поскольку мы люди оба, чего уж там, злопамятные, злопамятные, да, а ей был нужен именно мой текст, потому что на тот момент я писал про Крылова Константина, вряд ли кто-то из их круга мог как бы и с ним пообщаться и написать про него. Их круг, это что за круг? Ну, круг журнала New Times, на самом деле, вот опять же, такие вот архетипичные московские либералы. Так вот, она через общую подругу, через посредника буквально, то есть, мы общались, я спрашиваю, а сколько нужно знаков? Подруга звонит Альбаса, говорит, хорошо, он спрашивает, сколько знаков, потом перезвонит мне, типа, 10 тысяч знаков. Хорошо, то есть, в таком духе. Это было очень трогательно, очень прикольно, и на самом деле, на самом деле, поскольку тогда меня увольняли из коммерсанта, и Альбас мне не то, что там, типа, деньгами, там гонорары не так, чтобы были какие-то серьезные, именно морально этим очень поддержала, и даже вслух высказывала, что увольняют меня по беспределу и нехорошо, поэтому при всей, опять же, ну, сложности наших отношений, я не могу сказать, что там крашу ее какой-то одной черной краской. Это тоже был случай, у меня одна моя приятельница, довольно близкая, устраивалась когда-то, и безрезультатно, она пришла на собеседование к Альбас, та говорит, ну, типа, расскажите, кто, да, тоже интересно, из какой вы семьи, кто вы там, как бы, там, в таком духе. Кто был ваш батюшка, так. Да, 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 и кто ваши друзья? Она говорит, ну, друзья Олег Кашин. Альбас говорит, что вот этот негодяй, ваш друг, все, да, не беру вас на работу, девушка говорит, ну, хорошо, конечно, я не буду же друзей вдавать ради какого-то места работы. Альбас такая, подождите, какая вы порядочная все-таки. И потом они всю ночь гуляли по городу и говорили о какой-то литературе, то ли музыке, что-то такое. На работу все-таки не устроилось, как бы, но сам факт, что вот у Альбаса такое приключение случилось, меня тоже тронул, на самом деле, это тоже крутая черта, наверное. Да, ну, я думаю, что у нас еще удастся здесь поговорить с самой Евгением Марковной как-нибудь. Думаешь. Вот, да, ну, если ты не против только. Нет, нет, конечно, не против. Не против наших зрителей, а так я думаю, ну, почему нет, в конце концов, может быть, чуть-чуть позже. Слушай, я бы, знаешь, что я хотел спросить? Тут много спрашивают про дебаты. Я их чуть-чуть сегодня посмотрел, совсем немножко, просто чтобы формат. Сейчас, подожди, донат пришел. Ребята, продолжайте в том же духе. Кашин, тролль. Ну-ка. Ему это нравится, как и всем остальным. И это в хорошем смысле слова. Донат-то где? Его, вы же не слышите просто. Только я и те, кто смотрит стрим, его слышат. Это Роман Чащин написал. Ребята, продолжайте в том же духе. Кашин тролль. И ему это нравится, как и всем остальным. И это в хорошем смысле. Ну, кстати, да. Я, кстати, вот. Тут я должен сказать, сейчас я к дебатам вернусь, и вообще к вопросу вернусь. Я должен сказать, кстати, что я очень долго вот всей этой пост-иронии и всего этого, как бы, троллизма в некотором смысле Кашина не очень понимал. И, надо сказать, воспринимал в штыки. Кашин тоже оказал некоторое воздействие на мое взросление. Я бы сказал так. Несмотря на то, что я сильно старше его. Ну, взросление в ментальном смысле. Это вселенная тебя повзрослела через проводника Кашина, конечно. Через Кашину, безусловно. Само собой, да. Так что, ну, у меня тоже было какое-то, может быть, черно-белое восприятие. И я за это вселенной через Кашина благодарен. Слушай, а я, наоборот, в последнее время ушел от мысли, что Кашин тролль, и у меня потерялось это ощущение, что это умышленный троллинг. То есть, скажем так, на мой взгляд, сейчас вот Олег нам как раз рассудит. Давай его обсудим, конечно, его присутствие. Нет, нет, ну вот сейчас он нам ответит. Нет, это отлично самое. Да, мне долго казалось, что Олег просто занимается троллингом ради троллинга, но потом и на данный момент у меня впечатление, что, да, Олег выбирает условно всегда в любой практической ситуации историю проплыть против течения, да, и писать или говорить то, что той аудитории, которая его в тот момент слушает, да, что ей прямо противоположно, но это скорее такое мыслительное упражнение, основанное все равно на тех ценностях, которые у него существуют. Поэтому мне это уже, по крайней мере, не видится троллингом. Олег, вот рассуди нас. Ну, сейчас, подожди, но я, кстати, добавлю, я согласен, здесь я не спорю. То есть оно в моей парадигме никак не мешает друг другу, но я бы единственное, что добавил, что вот когда ты говоришь о течении, вот характер этого течения чувствует и определяет сам Кашин. Другие люди могут этого вообще не понять, что он в данный момент имеет в виду под течением. Все. Слушайте, ну, да, мне просто неловко вас рассуждать, потому что я сам не знаю ответа, но, наверное, все-таки, если бы я был троллем ради троллинга, я бы вел себя иначе все-таки, да, и были бы какие-то моменты, когда, ну, чтобы потроллить кого и как, то есть, ну, там, вот у меня из базовых точек Крым 2014 года, кого я должен был троллить, как я должен был на основании троллинга делать выбор, наш Крым или не наш. Это все-таки не было противоречием, это было следствие там каких-то многолетних мыслей о Крыме в том числе. Поэтому нет, я все-таки прошу не отказывать мне и в убеждениях, и в ценностях, но, наверное, наверное, где-то подспудно, даже не где-то, а очень как бы на поверхности подспудно, я, да, имею в виду, что прикольнее быть против, но стараюсь этим не злоупотреблять, честное слово. Ну, и сейчас, надеюсь, это неловко как бы выступать в роли человека, который... Понятно, который расскажет о себе. Отлично. Да, 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 буквально, да. Слушай, Олег, ты посмотрел эти дебаты, о которых все говорят? Это у Светова были, значит, прошли, но коммунисты не знаю. Я понимаю, о чем речь, их же, да, коммунисты в Вестник Буря, причем коммунист такой не коммунист даже, а просто современный прозападный марксист. Левый, да. Да, левый, но марксист. Я нет, их же сегодня вывесили только. Да, их вывесили только сегодня. Я расскажу просто, о чем идет речь. Значит, были дебаты между, как Олег сказал, человек с канала Вестник Буря. Рудой у него фамилия. Он преподаватель в какой-то школе, он учитель. И при этом он выпускает видео о том, где рассказывает, почему в СССР было хорошо и могло быть вообще замечательно, если бы не враги. И, значит, дебаты были против Егора Просвирнина, который представлял, значит, свою позицию. А посвящены они были тому, был ли геноцид российского народа, советского народа. Русского, русского. А, русского нет, я бы не сказал. Все-таки Советский Союз... Там ставилось так, русского народа. Русского там по формулировке было? Да, тогда окей, тогда вы правы. И вел эти дебаты Михаил Светов, я успел посмотреть только начало и конец, и почему же там выступал только Михаил Светов со своими собственными позициями, сами дебаты я пока не застал. В начале и конце и должен выступать Светов, ладно. Но меня что поразило, что Светов оказался коперастом. Вот это надо будет с ним как-нибудь обсудить. Так частная дискриминация, все нормально. Да, запретил вести стримы оттуда там и так далее. Мне казалось, что... Хотя они крайне правы, они должны... Ну, не крайне правы, а просто правы. Они должны быть дискриминирующими, наверное. Ну, слушай, во-первых, все деление на правых и левых уже невероятно устарело и не имеет никакого смысла для любой дискуссии. А во-вторых, ну он же все равно развивает свой канал. То есть он тебе логику-то, я думаю, приведет... Ну, странно говорить за него, но просто поскольку я слежу, я думаю, его логика весьма легко считается. Она там заключается в том, что если в момент времени люди будут вести стримы, делать из него нарезки, то итоговый продукт по распространению видит не так много людей, а ценность в нем... Это чистая коперастная логика. Кстати, давайте тоже, отойдя от левоправой тематики, интересный вопрос. Вот я тоже в своем стриме на Ютубе, понимая, что я сам у себя отбираю аудиторию, я выкачиваю звук и выкладываю его просто файлом в Телеграме, чтобы люди, которым линь смотрит видео, послушали там на пробежке или где-то. Не знаю, насколько я прав. Я сам понимаю, что я снижаю просмотры Ютуба, но снижаю все равно. На самом деле тоже такая вещь, как бы на самом деле может быть циничная, рыночная и так далее. Я, поскольку как бы там за все эти годы в журналистике продолжаю быть поклонником, фанатом коммерсанта, тем более исторического, тогдашнего. У него же тоже был период, первые года три, наверное, с момента основания, когда они сознательно, рассказывая о каких-то компаниях, тогдашних, я не знаю, биржах, банках, кооперативах, в конце каждой статьи был адрес и телефон этой компании, там, МММ, газгольдерная 10, да, за которую не брали денег с компанией, как бы рекламировали бесплатно, создавая рынок. Вот, и может быть здесь как раз такая же логика. Наверное, вот если ты начинающий стример, начинающий видеоблогер, ты не должен думать и о заработке, и о копирайте и всем на свете, а наоборот пытаться как-то добиться... Расширить аудиторию. Да, что все о тебе знали. Может быть, как бы здесь такая логика. Смотрите, короче, тут есть просто некоторые особенности Ютуба и не Ютуба. Вот у Светова у него канал на Ютубе, да, и выкладывают это все на Ютубе. И там есть очень такая заподлянная вещь, заключающаяся в следующем. Это то, почему, Олег, возможно, не стоит выкладывать отдельно аудиозаписи твоих стримов в Телеграм. У Ютуба есть алгоритм, по которому он видео добавляет либо в рекомендованные, либо в топы, либо еще куда-то, куда-то, куда-то. И в этом алгоритме его никто не знает. Он скрыт, он как бы не публичен. Тем не менее, люди, которые Ютубом занимаются, они пытаются отслеживать, ну, там, по каким-то верифицируемым вещам, что на это может оказывать влияние. И, соответственно, у тебя каждый подписчик или каждый просмотр твоего видео, он не только вот просмотр, который он тебе добавил, но он и потенциальный повышатель мультипликатора вот этого алгоритма. Да, конечно, 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 да. Поэтому ты теряешь не только один просмотр пости в Телеграм, когда кто-то послушал Телеграм, но ты и теряешь потенциальную возможность распространения твоего видео еще дальше. Поэтому логика Светова, она, скорее всего, не та коммерческая, к которой вы апеллируете. А она как раз у него наверняка, опять же, странно, что мы его так завычно обсуждаем, она наверняка содержится в том, что я хочу, чтобы мой вот этот результат, да, дебатов, увидела как можно больше людей. Мне все равно, как они увидят. Но если будут дублирующие вырезки или дублирующие стримы, тогда не будет этого мультипликационного эффекта и по итогу увидят меньше людей. То есть прикрываться он может вполне это, потому что, насколько я знаю, с финансовой точки зрения у него нет протязаний на Ютубе. Но, возможно, это не имеет. А вот тот же вопрос. Зачем мы гонимся? За, опять же, хитом в Ютубе или за культовостью, или за, опять же, тем, чтобы быть на слуху. У меня, вот, опять же, за этот месяц самый хитовый стрим, который был и в трендах, и везде, и до сих пор как бы растут просмотры, это стрим на отставку Назарбаева. Потому что, оказывается, я думаю, я не могу сказать уверенно, но такое ощущение, что есть казахская Ольгина, которая гораздо более кондовая, и чем наша Ольгина, и чем украинские Минстец. То есть это что-то удивительное. Ежедневно растут просмотры на какие-то, там, не знаю, сотни. Куча комментов. Сегодня уже дошло до того, что Пушкин был казах. Пишут мне казахи. Настоящие казахи. Это очень прикольно, и этим тоже можно, наверное, как-то пользоваться. К вопросу о троллинге. Что да, давайте тоже завтра сделаем стрим. Ну, слушай, я не знаю насчет, я не знаю насчет там места с Ольгина в Казахстане и на Украине, но любой текст, касающийся наших ближайших соседей, расходится там как-то феерически. Ну, то есть вот если я там что-то пишу, касающееся, там, допустим, Армении, вот, у меня там миллион шансов на то, чтобы этот текст там вошел в топ или был хорошо прочитан, и причем значительная часть там будет армянской, потому что там кто-нибудь один репостнул и начинается. Но это же синдром империи, синдром, точнее, синдром провинции абсолютно. Что о нас написал Варламов, вот знаешь, когда он в город приезжает? Да, 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 да. Ну и так далее. Это неизжимно совершенно. И без всяких местных Ольгина, и, ну, про Украину не могу ничего сказать, потому что там, ну, мне кажется, дискуссия и, в смысле, интернет-жизнь и интернет-бурление, оно уровнем повыше, чем во всех остальных республиках. Вот, и поэтому там может быть и местный Ольгин. Я просто не изучал, ничего не знаю. Вот, но все это очень здорово мультиплицируется там, просто потому что вот, смотрите, что у нас пишут. Либо они нихрена не понимают, что они пишут, либо вот, смотрите, даже у них, в общем, все понимают. Ну и так далее. А вот в Москве это, ну и... Ну, вот так. Слушай, да, или вопрос какой-то. Просто я хотел тоже ремарку на эту. Давай, давай. На технологическую, потому что можно, да, можно, окей, вот там ты стример, ты блогер, ты кто угодно, и здесь ты дереспектализируешься или маргинализируешься. То есть, да, кто ты такой? Чувак из Ютуба. Это не шаг к провалу, не шаг в пропасть. Как вот вы, как, опять же, сотрудники большой радиостанции, как вы считаете? Нет, я так не считаю совершенно. Я никогда так не считал, ты знаешь, потому что, ну, во-первых, в любом случае я считаю, что это работает в том числе и на то место, где я работаю. Мне, например, очень странно, что как раз большинство сотрудников радиостанции этого не делают и ничего не делают вне эфира. Потому что я считаю, да, ты таким образом повышаешь свое поблизости с одной стороны, безусловно, и это, наверное, главный там и мотив и все остальное, но с другой стороны, ты худо-бедно все равно подтаскиваешь за собой все любые места, все, что с тобой там ассоциируется. А если ты уж плотно только сидишь на эхе Москвы и кроме как благодаря эхе Москвы тебя нигде больше ничего не знают, так это же прям 100%. Ты только их и тащишь за собой, и все. Мне кажется, что я понимаю, о чем говорит Олег, эта история про то, что вот смотрите, вроде как я известный человек, вроде медийная персона, обо мне писать там в Телеграме, да, а при этом я делаю стрим, и на него приходит 250 человек. И это как бы в моих глазах в самого вот этого. Да, да, да. Это не есть там, не знаю, камень на шее, который тянет тебя на дно. Короче, мне кажется, это наоборот, потому что вот это ощущение собственной значимости, оно растет во многом, мне кажется, из-за неверной интерпретации. Да, потому что, во-первых, ну вот ты сидишь, допустим, на радиостанции, и у тебя, во-первых, нет никаких данных настоящих, чтобы узнать, сколько народа это слушает, потому что все эти рейтинги, это все фуфил, потому что это служба, которая звонит по телефону отдельным людям, делает якобы репрезентативную выборку и обобщает все это, поэтому все эти рейтинги чушь собачья. Это первый момент. Второй момент, ты ассоциируешь свое нахождение в эфире с тем, что тебя слушает. То есть тебе кажется, ты приписываешь себе, да, себе лично, вот эту вот историю про то, что тебя слушает. То есть ты повышаешь свою значимость в своей голове. Жесткая правда заключается в том, что многим слушателям Эхо Москвы, например, абсолютно насрать, кто из ведущих сейчас в эфире. И у него не существует отдельной медийности, отдельной публичности в отрыве от этого Эхо Москвы. И на самом деле, просто проблема в том, что вот эти стримы или вот эта твоя публичная деятельность любая другая, она разрушает твой воздушный замок о собственной значимости. И это, безусловно, вызывает чувство дискомфорта. Но если ты как бы рационализируешь это, как делаю я, и прекрасно понимаю, что независимо от того, сколько просмотров будет там на эфире с Евгением Альбацией, это там просмотры и Евгением Альбацией. То, что я там сижу и задаю какие-то вопросы, никаким образом меня к этому не приобщает. Да, если ты все это рационализируешь, то, соответственно, и страх вот этот убирается, потому что нет воздушного замка, который может быть разрушен. У меня вот такое примерно к этому отношение. А ты на Эхе сколько лет? Я три года где-то на Эхе, плюс-минус. То есть новичок, он совсем по нашей эфире. А в эфирах я и того меньше типа года полтора, наверное, может два. Просто у меня этот замок разрушился давно, меня из коммерсанта семь лет назад уволили, это уже, на самом деле, значительная часть жизни. И как-то все равно, даже сейчас не по себе все равно, потому что, окей, Репаблик не бог весть, какой-какой, Нью-Йорк Таймс, но это издание с репутацией, бэкграундом и всем на свете. А в Ютубе ты один, и ты действительно не отличаешься от ноунейма, который сидит и рассказывает про то, что американцы не были на луне. Вот чем проблема. Да, и ты смотришь на свои просмотры, а потом смотришь на его, и тебе становится грустно. Это одна из причин, почему мы с Сашей, например, на Твиче стримим, потому что тут менее тесно, и тут, скажем так, гораздо более скромный в абсолютных цифрах показатель обозначают гораздо большую успешность, чем на Ютубе. Ну да, конечно, что есть. Первый парень на деревне вот из этой истории. Да, да, да. Он первым мы не станем, но быть даже десятым на деревне все равно. Слушай, слушай, знаешь, как Венедиктов часто приводит статистику по Эхмоскве, имею в виду только одни разговорные радиостанции. Да, да. Ну, сейчас-то уже нет, практически никогда, но раньше это часто так бывало. Ну ладно, слушай, я знаешь, что хотел Олега спросить? Я хотел его спросить про Норкина. Тебе жалко Норкина? Да, на самом деле жалко Норкина. То есть тоже... Дай напомним зрителям, что там произошло. Учитывая, что в этой версии, да, хотелось бы понять. Насколько я представляю, что произошло... Лойка чуть не вогнала в магию. Это человек, благодаря которому у Эха есть предупреждение. И меня лично увольняли как раз в том числе, не только из-за твита Иванова, там просто вторую строчку уже никто не читал дальше. Вот. Я тебе скажу так, про Лойка мне тоже есть что сказать, на самом деле. И мы даже до сих пор формально в добрых отношениях, хотя казалось бы, должны были разосраться из-за Украины миллион раз. Но он взрослый, взрослый и серьезный. Я его последний раз интересно видел на Дожде в 16-м году в студии Дождя. Я тоже там был. Он приходил на эфир к Козыреву и за ним гнались тетушки. Класс. Я не знаю, что это было. То есть охранник Дождя держал дверь изнутри, а тетушки рвались снаружи. Какие-то мутные чуваки, приехавшие за ним на машине. Я думал даже, что это он сам постановку такую устроил, потому что Москва в 16-й год, какие-то буквально боевики Януковича бегут за Лойко, чтобы что. В общем, очень странное ощущение, но при всем при этом человек, вот есть эта градация, да, там вот новые украинцы, Эдер Муждабаев, Бабченко, там блогер Тверской. Это понятно, какие-то все-таки там, не знаю, и фрики, и сошедшие с ума, и несерьезные люди. А Лойко остается вот этим взрослым, который, если помнишь, на пресс-вухе Путина, однажды в 12-м году, ему вот именно с позиции человека, который, по-моему, моложе, на самом деле, но с позиции седого, такого весомого деда, говорил, Путин, вы диктатор, да, Путин, и Путин кивал такое, а потом оправдывался, потому что это какой-то гипноз, наверное, боевая парапсихология, про которую на сегодня модно было говорить. И здесь то же самое, ну что, у нас всегда бывают какие-то потешные либералы или потешные украинцы в студиях ток-шоу, которые что-то говорят, и ведущие их радостно, или там прокремлевские гости радостно их затыкают. Здесь тоже хохотали, захлопывали, но при этом на Норкина это подействовало. Вот, и он действительно, вот когда это была среда, вторник, он ушел из студии, не дожидаясь конца эфира, своей программы, до сих пор не вернулся, его подменяет какой-то молодой человек, который вешает его портрет в студии, чтобы Андрей как бы присутствовал с нами незримо, что тоже какой-то, не знаю, кавка вообще, да, вот, и над этим можно смеяться, но если это похоже на нервный слыв, и если там, не знаю, человека доведут до могилы, до болезни, до чего угодно, это будет грустно. Слушай, подожди, это важный момент, а это доведут или это профессиональный риск, потому что, мне кажется, Такая не взаимоисключающая. Нет, именно взаимоисключающая. Доведут, это от тебя не зависит, как бы это тебя прямо преследует, это как тетушки бегающие, знаешь, а профессиональный риск, ну слушай, ты взялся вести такую передачу. В смысле, а когда, извини, а когда ты едешь в боевые действия, когда ты военкор... Как раз передача, где все друг друга перекрикивают, вот так, как сейчас мы с Майклом, вот, где все друг другу захлопывают и так далее, но ты, мне кажется, свои профессиональные риски, как бы, просто не оценил. Доведут и профессиональные риски, они не взаимоисключающие, потому что, типа, если ты едешь, допустим, в какую-нибудь военную зону, ты военкор, и тебя там убивают, то тебя все равно убивают. Да, это были твои профессиональные риски, но тот, кто тебя убил, все равно гнида и сволочка. А если тебя не убили, но поскольку ты живешь на войне долго, ты проникаешься логикой войны, ты сходишь с ума, да, то есть, как бы, тоже другой риск. А это тебе не обеспечили психологической поддержки, правильно, те, кто тебя посылал? и в больших, в больших серьезных редакциях, включая, между прочим, и российские госсми, да, и федеральные каналы, ротация военкоров, она есть, потому что нельзя там три года воевать непрерывно, а потом вернуться спокойно дома пить чай. Да, поэтому здесь очень важная, история, и, ну, мы сейчас придем к тому, что ведение ток-шоу про политику в России, это как бы как война. Я не знаю, я не уверен, про Норкина на самом деле я думал и писал, когда он, собственно, совершил тот самый переход из либеральных журналистов в антилиберальное, и я думал, и до сих пор думаю, что как раз в отличие, там, не знаю, от Баронова, от Винокурова, какие у нас есть еще громкие переходы, в отличие от меня, да, который никуда не переходил, что было у него? Он из УЖК, вот НТВ 2001 года был самый верный, самый последовательный и дольше всех, то есть он же последний ушел вот из той команды старой, уже ушел с РТВА, где он был, по-моему, гендиректором или главредом, в общем, он был последним бойцом Гусинского до 2006-2007 года, он держался из последних сил, отстаивая буквально ценности, за которые вот выходили люди Костанкина в 2001 года, и что он получил? В итоге там даже Познер, тогда как раз была история с год с дурой, да, в 2014-м году или в 2013-м, казался, опять же, среде, публике, там, словно болотной, да, большим моральным авторитетом, чем скучный никому, как бы, особенно интересный Нортин. И вот, да, ты всю жизнь, как бы, борешься за ценности, а потом оказывается, что ты такой китайский солдат Лэй Фэн, который стоял на посту, на которого упал треграфный столб, это мой любимый герой, Примао, он был реально канонизирован, как герой, что вот он стоял, на него упал столб, и он умер, но с поста не ушел. Вот то же самое, как бы, и здесь, наверное, Норкин сломался пять лет назад, а сейчас, как бы, это уже доломался, наверное, что он... Ну, да, самое печальное, это вот в описанном, кашеном истории про защиту ценностей и прочего, что это, ну, всегда так работает. То есть, я не встречал никакого человека, который бы оставался верен своим ценностям и искренне верил в идеалы и при этом бы их защищал. То есть, условно, это вещь, которая никогда не... ну, очень редко приводит себя в итоге к какому-то успеху или даже одобрению. Тоже простой очевидный пример. Как раз диссиденты, сидевшие там в тюрьмах, в психушках и так далее, да, дождались перестройки, но лидерами перестройки почему-то стали какие-то более комфортные советские, конформные советские интеллигенты, да, то есть, там, ты сидел в мордовских лагерях, да, вернулся в Москву, где бушуют митинги, а демократию представляет Ельцин из Политбюро, да, или Егор Яковлев, или из тоже советской какой-то номенклатурной обоймы. И что ты вот всю жизнь боролся и ничего не добился, и так и живешь окнами на железную дорогу, как в фильме «Балабаново». Я думаю, это одна из причин, которая смотивировала упомянутых олегам журналистов к переходу на СМИ, которые считаются частью людей, как это сказать, зашкварными. Ну, там, Баронова, Винокурова, РТ. Ну, вот, я как раз не имею ответа, если честно, и тоже, поскольку меня в этот ряд ставят, хотя я никуда не переходил, я не знаю, я бы не хотел думать, что это мотивировано только обидой, опять же, на следу, или тем более только деньгами. Это совокупность всего, в том числе, наверное, потеря веры, потому что в 2012 году, который вот тоже, наверное, для меня уже, вот как для бумера в политическом смысле, или как правильно назвать, да, у которого большая часть актуальности, она где-то там в начале, в десятых. На самом деле, тогда было проще, потому что было понятно, что вот там, типа, здесь добро, а там, где стоит ОМОНовец, там зло. За эти там 7-8 лет слишком многое перемешалось, причем последовательно, и когда была Украина началась, и когда там, не знаю, убили Немцова, какие еще были вехи, вот такие, которые прямо вехи-вехи. А не знаю, правда, и вот, наверное, не хочется возвращаться туда, когда, опять же, есть белое, есть черное, но и сейчас тоже что-то нехорошее вообще, то есть, как бы, не имею ответа, правда, не знаю. Мне вот в этом переходе, Винокуровой и Бароновой, больше всего не понравился, знаете, какой момент, то есть, ну, типа, у меня нет к этому никаких больших претензий, потому что, скажет, делает, что он хочет, и бога ради, для меня ярким был эпизодом, когда Борис Соболев с ВГТРК, это такой журналист, который делает у них большие расследования, выпустил вот этот фильм, идущий к черту, да, наверное, все о ней услышали, ну, это же очень крутая журналистская работа, ну, там, где экстрасенсов и магов, он разоблачал это НТС, что я не мог не слышать, да, это очень крутая журналистская работа, более того, очень полезная журналистская работа, да, и вот это для меня было той точкой, когда я понимаю, что люди даже вот в определенных структурах, они могут делать хорошие вещи, несмотря на то, где они работают, так вот, что мне не понравилось в переходе в Винокуровой и Бароновой, это то, что, когда переходил Винокурова, Баронова написала такой пораженческий пост в Телеграме, или репостнула, сказала, да, так и есть, что-то такое было, где было написано, а чего вы ожидали, вот, там, мы всю жизнь, значит, пытались нести доброе, светлое, а нас тусовочка, там, только травила, Навальный травил, и все такое, а чего вы ожидали, вот в этом ключе был пассаж, и Винокурова его тоже перепостил, и тоже написал, так и есть, и вот это пораженчество, на мой взгляд, оно гораздо хуже, сам переход по себе, потому что одно дело, я соглашусь, на самом деле, тут вот тоже, я не знаю, сколько среди слушателей вашего стрима есть подписчиков Дождя, но посмотрите, вот вчера мой диалог с Катей про ее переход, значит, на Дожде, где тоже, она меня прямо удивила такой фразой, что, если бы не травля со стороны либералов, я бы не оказалась там, где оказалась, это звучит так обреченно, алло, ты хорошую работу нашла вообще-то, ты что так говоришь, как будто бы ты в могилу пришла, вот этого я не понимаю, ну и боюсь, конечно же, тоже. я вообще не понимаю, что за, что за, как это называется, стимул, что за мотивация как-то встроиться в либеральную тусовочку, мне кажется, у тебя тоже это часто проскакивает, какая-то обида, на люди. Что вот она меня не принимает, да, или что-то. На условное политбюро, пархомбюро, там, или не условное, и так далее. Ну-ка, расскажи об этом. Я такой вопрос, видимо, был острый, что на секунду пропал звук, можете его повторить? Почему мы с Сашей фиксируем у тебя периодически тоже парадженческие нотки, в плане, что вот эта либеральная тусовочка меня травит, и вот пархомбюро, которое меня обижает. Не-не-не, смотрите, какая история, вот если вы промониторите мои высказывания, эту тему слова травля в отношении себя я ни разу не употреблял, чем горжусь, хотя не разделяю вот этого отдельного культа слова травля, что травля, это только когда КГБ наших бабушек забирало в психушке, а типа, когда мы все ругаем там, ту Катю, это не травля, это травля, да, но на себя это не распространяю, поскольку, может, я покрепче Кате, и я, по крайней мере, до сих пор хочу действительно быть победителем, в чем бы то ни было, и как раз немножко, немножко в этом смысле себя отделяю, из соображений пораженчества, или тем более на зло Пархому, да, я никуда не пойду, вот, поэтому, надеюсь, это не мое, но что проскальзывает обида, есть реально обидные вещи, действительно, когда ты либо делаешь что-то, а вместо оценки ты встречаешь личное отношение, как бы, да, то есть, была гениальная совершенно тоже из обид на годы, уже очень давно, когда, если помните, Варламов фотографировал кабинет Суркова, да, и, ну, помните или нет? Да, да, тогда я тоже, как раз, один из поводов считать его Мурзилкой на тот момент, и, значит, поскольку в кадр попало много книжных полок, я написал такую, как бы, колонку, прикольную вполне, что за книги там стоят, как бы, что в них написано, и что Сурков имел в виду, там, кстати, что меня отдельно тронуло, была моя книга, книга Олега Кашина, я тоже на это обратил внимание, вот, и, значит, мой товарищ один, там, опять же, вот, очень хороший чувак, все, из хорошей семьи, вешает, значит, ссылку на мою колонку, значит, в Фейсбуке, и приходит, значит, опять же, вот одна женщина из этой тусовки, пархоменковской, а и пишет, а что ты вешаешь эту ссылку, тебе же стыдно должно быть, почему вот этот мудак, без какого-то образования гуманитарного, значит, вообще, червеный, это откуда, написал такую статью, ты же должен был ее написать, ты интеллигент, я думаю, твою мать, ну как же так, так нельзя, вот такие вещи, они реально обижают, да. Ну, да, вот тут, кстати, многие, как мы сказали, пархомбюро, многие стали писать, и мне кажется, что если я в жизни придумаю что-нибудь такое же гениальное, как название пархомбюро, а как целое... А кто, кто, кто придумал, кто придумал, да. Так, кто придумал, не знаю, кто. А недавно же была дискуссия какая-то в фейсбуке, где выясняли, кто придумал пархомбюро, не знаю, и выяснили, но я забыл. Есть какие-то, да, вещи, вот как Акупай Абай придумал Султан Сулейманов, как бы, да, допустим, ну или Кремлят придумал Ольшанский, но Кремлят уже как-то не звучит, по-моему, по нашим временам. Да, это действительно вот то, чем ты входишь в историю. Ты кто? Я тот, кто придумал слово пархомбюро. Интересно, что за человек действительно... Ну, кстати, он-то как раз в историю не вошел, человек придумал слово пархомбюро, скорее пархоменко вошел в историю посредством того, что мем пархомбюро появился. Тоже верно, тоже верно. Скажи, пожалуйста, Олег, ты неоднократно называл программу 60 минут, ну я могу ошибаться в цитате, но посыл точно будет верный, ну типа одной из лучших и вообще качественных и крутой, правильно? Да, абсолютно правильно. Почему ты так думаешь? Ну, в смысле почему? Она мне кажется очень круто, очень профессиональная и все такое. То есть, но здесь как раз изначально, да, то есть я тут еще телезритель и особенно телек не смотрел. И просто у меня технически как бы такая потребность была и есть до сих пор. А когда я отправляю свои гигантские гигабайтовые файлы на дождь, мне нужно, опять же, я бумер, бумер, мне нужно, чтобы экран не погас, чтобы не включился Wi-Fi, чтобы файл продолжал передаваться. И я включаю что-нибудь на YouTube. И тогда, поскольку только появилась передача в 16-м году, она мне попадалась как бы на морде YouTube, я ее включал и там что-то делал и краем глаза косился, думал, ну, какая-то трэш-пропаганда. Потом смотрю, ну, как бы не совсем трэш, да, пропаганда, ну, да, наверное, пропаганда, но, как сделано. То есть там, причем вот по тем временам, да, ну, мы уже представляли, что такое ток-шоу про политику, стоят люди и орут. Там тоже стоят люди, но не орут, и говорят по очереди. Плюс, допустим, а вот сейчас там типа... Подожди, ты час назад рассказывал про человека с то ли синдромом, то ли не с синдромом, который постоянно орет, который ты пытался переорать? Вот это единственный человек, на которого, собственно, я и обратил внимание и знаю, что выделяю его отдельно. Так, в принципе, там ни одной драки даже за все эти годы не было, хотя уже во всех передачах были драки. Плюс, да, это прямой эфир, о котором тоже мы говорили и который тоже дает какое-то ощущение, действительно, что вот сейчас там где-то упала бомба и сейчас там эксперты из студии отвлекаются и включают это место падения бомбы. Я помню, опять же, в одной из первых передач обсуждали Донбасс, тоже как всегда, да, там типа Донбасс наш, Донбасс не наш. Так, секундочку, пожалуйста, Захарченко, еще был жив Захарченко, на экране появился Захарченко, реально сидит в окопе с автоматом, говорит так типа Донбасс наш, и так не стреляет как бы, ну что-то такое, то есть это действительно захватывало и в общем, я пытаясь как бы смотреть это глазами, опять же, умного, ироничного оппозиционера из соцсети, вдруг понял, что это ну как бы не глупее и не ироничнее и не тупее меня, и как бы меня это открытие очень впечатлило тогда и до сих пор впечатляет. Ну не знаю, просто я пробовал, честно пробовал, но там какая-то такая мешанина происходит невероятная, то есть там все перекидывается каждую секунду и совершенно не говоришь о том, что постоянно подменяются понятия, Майкл, да, никто не следует терминам и так далее. А, это Саша меня хочет подказать. Тебе это вообще, наверное, знаешь, как музыканту фальшивые ноты. Есть немного. А мне, кстати, по ушам именно бьет интонация. Я вообще интонацию современного телевидения переваривать не могу в принципе. Вот это какая-то на таком нерве и на каком-то, ну, такого искусственного искусственного самовозбуждения. Слушай, а можно... Пафосы во многом. Ну, не совсем, чтобы... То есть, условно, серьезности какой-то совершенно, которую ты не ассоциируешь с самим происходящим. Да ни хрена не серьезности, потому что когда люди, мало того, что там не дают никому друг другу договорить, люди, которые не должны выступать со своим мнением, это мнение навязывают. Ну, я имею в виду ведущих, например. Ну, как бы не должны. Окей, если они... почему не должны, кто сказал, но тоже есть вот там... Ну, какой смысл спрашивать человека, если ты ему не даешь договорить и навязываешь как бы аудитории свое мнение? Мне кажется, это бессмыслица просто. Да черт его знает, но не так ли мы себя ведем, и я себя там, опять же, вот у меня, поскольку тоже маленький-маленький опыт, вот раз в неделю по скайпу надо с какими-то гостями, я понимаю, если гость мой единомышленник, мы говорим вот так, а если не единомышленник, говорим иначе, и вопросы мои будут длиннее, и перебивать я его буду быстрее, просто, видимо, так все устроено, и, наверное, мне не хватает, естественно, не хватает мастерства на фоне реальных ведущих телевизора. Ну, может, слушай, давай резко повернем, потому что, знаешь, время бежит... Сейчас только давай напомним людям, донаты-то присылайте, присылайте донаты, вот ссылка есть на экране, ссылка на Твиче, есть ссылка в описании профиля, если вы что-нибудь спросите, мы прямо у Каши на это и спросим, или прокомментируем. Кстати, да, тут было много вопросов, которые бы я сам не задал, но если бы донат пришел, вообще без вопросов. Но я не могу отказать моему коллегу Максу Ярыгину с RTVI, который нас смотрит, и спрашивает у тебя как у ценителя БГ, ну, или у нас. У нас. Не смущало ли нас то, что на широкую публику Борис Борисович не озвучивает того, что думает о сегодняшнем дне, в песнях же все это есть, но иносказательно. Нет ли в этом некого иногда лицемерия, или это хороший способ отсеять идиотов и донести свое видение для тех, кто может осознать? Я как раз его очень ценю за то, что он не озвучивает какие-то прямые лозунги. Это действительно его фирменное качество, которое и песни делает более объемными и умными, если угодно. Как раз артисты, музыканты, художники и так далее, которые размениваются на лозунги, они себя портят. Например, Сорокин, который после Дня опричника, хороший памфлет, на самом деле, важная книга, и которая войдет в историю. Но при этом она убила того Сорокина, который был в золотые годы, мне кажется. А, ну просто она слишком в лоб, ты имеешь в виду? Слишком публицистичная, слишком в лоб, да, и как бы она более плоская и более примитивная, чем вот наши отношения с Нормой и Тридцатой любовью Марины до этого, да? Вот, поэтому здесь как раз я благодарен БГ за отсутствие высказываний как раз. Ты знаешь, я вспомнил с этим песню, очень давнюю тоже песню группы Алиса под названием «Снова в Америке». Я тогда ей поражался, на самом деле, она была посвящена Борису Гребенчкову, очевидно, там он, хотя и не назывался, но там просто настолько прямые референсы, там, например, ему снился пепел, он бредил им, и так далее. Вот, эта песня называется «Снова в Америке». И вот из нее слова, значит, теперь он в топе, он взят в экран, теперь ему протежируют сытые лица, он принял титул, он вышел за грань, но стал конкретен как передовица. Я был совсем готов согласиться, кроме как стал конкретен как передовица, потому что, ну, в любом случае, даже в песне «Сука, губернатор», который прям, мне кажется, уж куда конкретнее, можно прочитать три-четыре смысла, чем я, кстати, пользуюсь, когда отвечаю тебе цитатами. Скажу про эту песню конкретную, потому что, как я вообще о ней узнал, я о ней узнал из сайта знак.ком, когда, если помнишь, губер Куйвашев мочил Оксану Панову, и Рой, значит, они реально дали новость, АБГ написал книгу на тему того же, песню на тему того, что Куйвашев мудак, как бы, вот смотрите, какая песня, думаю, вау, клево, да, я его конкретно про это спрашивал, он говорит, да нет, конечно, не про Оксану, вот, и спрашивал Ройзмана, не спрашивал, вернее, как-то в фейсбуке было обсуждение, Ройзман пишет, нет-нет, это про Куйвашева, я знаю, вот, это да, это идеально, про Зурчика, АБГ так и не веселся спросить, потому что еще миллион лет назад я его спрашивал, опять же, будучи молодым наивным, про песню «Хозяин», про Сталина ли это, и он как-то на меня так посмотрел, что мне захотелось умереть на месте, потому что, да, нельзя об этом его спрашивать, это очень хорошо. Ну, слушай, да, и можно там массу смыслов найти, и самое, что смешное, что дальше происходит с Кинчевым, Кинчев, а это 89-й год, да, то есть 30 лет назад, Кинчев вот как раз становится конкретен, как передовица, в буквальном смысле этого слова, и этого, знаешь, не роет другому яму, сам в нее попадешь, я не знаю, я последние годы не слушаю, значит, Константина, и там не особенно-то интересуюсь, что там у него происходит, но как-то вот перестал быть интересен, но я долгие годы пытался как бы понять, где там второе-то дно, и никакого не находил, а в этом смысле Борис Борисович держит марку по-прежнему. Ну, так вот, а что... Такой же пример Макаревич, на самом деле, который, по-моему, как раз портится, когда пытается быть Галичем. Ну, то есть вот... Я соглашусь с тобой. Вот, и ты знаешь еще насчет того, что там высказывается, не высказывается, а мне кажется, может быть, он и в песнях не очень-то высказывается. Это тут тоже... В этом, конечно, некоторое чудо БГ есть. Каждый легко трактует его. Вот, Ройзман как трактовал, так и сейчас... Да, да, в его песнях высказываемся мы, это как раз показатель хорошего художника. Да, 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 даже в... Извини, пожалуйста, вспомнил просто, ну, одно время в нашем, в моем детстве, твоей юности, было модно почему-то издавать концерты Высоцкого, причем и с инограммами, и пластинками, где с его текстовыми монологами, какими-то, да, речами. И меня до сих пор смешит ответ на записку из зала, что вот, Владимир Семенович, вот у вас в песне «Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи» это про Иркутск. Почему про Иркутск? Потому что у нас в бане там гвозди торчат. И Высоцкий вдруг, я не думаю, что это Стёб, не думаю, что это постирония, по тем-то тем более временам, начинает говорить, что вот у каждого художника есть те подтексты, которые как бы, возникают, он их не вкладывает, как Достоевский, и вот то же самое, вот я не имел в виду Иркутск, если это про Иркутск, тогда да, это про Иркутск. То есть вот, я не знаю, наверное, что-то такое тоже, Майкл, ты, я надеюсь, сходил, поел за это время. Это была рубрика, которая обозначена на экране на данный момент на стриме, вы можете видеть, собственно, как она называется. Душно тебя с нами. Ну, конечно, обсуждать БГМ в 2019, это только, конечно, надо уметь. Знаешь, от зрителя Максима Юрыгина пришел вопрос. Ну, конечно, да. Помоложе нас с Кашиной, мне кажется. Я просто хочу сказать ко всей этой истории, то есть мне всегда интересно частные случаи доводить до общих и понимать общую логику, поэтому, на мой взгляд, почему гораздо круче выглядят музыканты, артисты или любые другие профессионалы искусства, когда они не высказываются открыто на политические любые другие темы, по одной простой причине, потому что они круты-то как раз вот в своей сфере искусства, и они могут сделать крутую песню с крутым подтекстом, но они не могут сказать крутое предложение или крутое выступление, потому что это совершенно другое искусство. То есть, когда они вторгаются... Видимо, ты действительно ходил ехать в это время, мы же об этом и говорили. То есть, как раз, что... Да, да, да. Нет, я просто обобщаю в итоге, то есть, и хочу одну мысль только подчеркнуть и акцентировать на ней внимание, что вот эти люди, они не профессионалы в агитках и в высказываниях, они профессионалы в другом. Это как вот спортсмены, которые бесконечно почему-то тиражируются, когда они высказывают свое мнение по какой-то позиции, и что вызывает у меня только отторопь, потому что, ну как бы, да, ты 10 лет прыгал в шестом, это все очень круто, но каким образом это сделало тебя профессионалом в анализе того, как нужно молодежную политику проводить. Поэтому я тоже присоединяюсь к Олегу и респектую тем музыкантам, которые не пытаются опустить свое творчество, не дискредитировать его, пытаясь заниматься другим творчеством, а именно высказывания какие-то политические или неполитические позиции, по крайней мере, в норовоучительном тоне. Нет, высказывание каких-то там, не знаю, лозунгов, идей и так далее тоже отдельный жанр, отдельная история. Абсолютно. Ничего стыдного в этом нет. Другое дело, зачем смешивать, зачем, если ты умеешь в совершенстве делать что-то одно, зачем превращаться в пропагандиста-любителя, да, например. Поэтому здесь как раз такая история. Абсолютно. Олег, скажи, пожалуйста, мы вчера с Сашей обсуждали одну вещь, что, во-первых, ну, есть условное противостояние, да, назовем его условным, не будем его никак оценивать, но зафиксируем факт его существования, что вот есть провластные определенные СМИ-концерны и люди, которые к нему относятся, да, и есть те, кто вроде как на другой чашу весов, там, условно независимые, назовем их независимые не с точки зрения смысла, а с точки зрения названия, издания. И вот они, значит, конкурируют. Долгое время у независимых изданий или людей, которые стали изданиями, типа Навального, да, у них был интернет, которым они практически монополистски распоряжались, потому что вот этот провластный концерт никак не мог туда попасть и правильно зайти, хотя неоднократно пытался. И вот у меня... Да, привет Рыкову, Константинову, да. Да, привет Рыкову, привет MyDuxVision, привет ролик... О, сейчас, секунду. Как можно больше пяти лет воспринимать вашего Визави всерьез, если уже после Болотной стало понятно, куда ветер дунул и куда флюгер повернулся? Честно, ничего, кроме ровного рефлексы, аналитика вездесущего свечного намета не вызывает. Да, это просто... А нам донат прислали. Просто донат прислали, да, Симак нам прислал, там его просто робоголос дочитывает. Сейчас мы к донату перейдем. Спасибо большое. Да, спасибо за донат. Так вот, у меня ощущение, что в последний-то, ну, буквально год или полтора потихоньку начинается движение от этого провластного концерна в интернет, и в отличие от предыдущих ипостасей, оно относительно успешное. Там стримы, онлайн-вещания и прочая-прочая вещь. Хотелось узнать, как ты это видишь, как ты на это смотришь. А вот подожди, что и кого ты имеешь в виду? Если Телеграм, поскольку, по-моему, это сейчас главное острие, или нет? Скорее, именно такие массовые вещи, нежели Телеграм. Ну, то есть, там, не знаю, стримы Скобеевой, онлайн-вещания RT, там, какие-то блогеры провластные, условные, вот в этом направлении. Ну, на самом деле, я бы как раз, так сказать, не стал бы все обобщать, сваливать в одну кучу. Конкретные стримы Скобеевой я воспринимаю как продолжение 60 минут, которые тоже понятным образом, я его сам начал смотреть в Ютубе, это программа, которая с самого начала там шла, в эфире, и логично, что они продолжаются, вот у них был стрим с Поповым гигантский, там, 5-часовой после выборов на Украине. Да, который попал в тренды на второе место и которого огромное количество просмотров. Набрал какой-то миллион, то есть это просто, это отдельная просто взрослая индустрия медиа, которая не кажется, что это работа Кремля в интернете, это работа, вот то, что, когда, не знаю, Миньоны Кристины Потупчик пишут какие-то посты, причем вдруг внезапно, да, в Архангельске митинги против свалок проплачены госгепом, и там наши какие-то знакомые типа Паркера, которые мы понимаем никогда, никогда нет дела ни до какого ни Архангельска, ни Мусора, ничего вдруг начинают обеспокоенно писать. Да, действительно, вот митинги про мусор это ооо. Это довольно смешно, карикатурно и так далее. И вряд ли от этого есть какая-то польза пропагандистская. Я думаю, на самом деле, что даже не ставится цель там, создать общественное мнение в пользу свалок, допустим, в Архангельске. Скорее, это цель показать, что Кремль везде, никуда не деться вот этого прокремлевского высказывания ангазированного. То есть, скорее, действует деморализующе, чем убедительное. Вот у меня такая теория. Так, Донат. Симак написал, парни, вопрос скорее к вам, чем кашну. Как можно больше пяти лет воспринимать вашего визави всерьез, если уже после Болотной стало понятно, куда ветер дунул и куда флюгер повернулся? Это я? А этот усатый флыш. Сейчас, секунду, тут еще один донапрош. Так вот, дунул и куда флюгер повернулся? Честно, ничего кроме рвотного рефлекса аналитика вездесущего СВЧшного Наймита не вызывает. Олег, скажи, ты Наймит? Не Наймит совершенно, но на самом деле вот такого рода реакция я не очень понимаю, как тебе быть, потому что, ну какой флюгер, какая Болотная. В том смысле, что, если брать мою песню на Болотной в 2013 году, когда я пел Летова, это же было что? Это было, ну, такой тоже жест, чтобы показать, что-то не то, когда Болотная, вот та Болотная, которая Болотная, вдруг превратилась в очередной комитет 2008 с какими-то голосованиями, регламентами и вообще в общем тоской. Поэтому здесь как раз я не понимаю, в какой беспринципности меня здесь-то можно обвинять про Болотную. Подожди, а насчет комитета с голосованием и тоской, подожди, не ты ли входил в, как это называется, скоординационный совет от оппозиции. Я же как тоже, о чем мы говорили сегодня, что вот все мои разговоры о политике, и мне в политике они касаются начала десятых. Это грустно, конечно, пенсионерская тема, но тем не менее, окей, я избирался в предпринимательный совет, я говорил, что голосуйте за меня, и если там будет говно, я вам сразу скажу. Я сходил на первое заседание, где политолога Некрасова, зачем-то, сотрудник администрации президента, зачем-то протащили прямо именно силой и так вот грубо в ответственной секретаре этого комитета, я сказал, что это говно, и с тех пор не ходил на заседание Конституционного совета ни разу. Ну, слово сдержал. Да, 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 здесь моя совесть чиста, абсолютно. Подожди, это как раз тот самый, подожди, это тот самый Некрасов, который сейчас ближайший сподвижник Гудкова. Гудков, он всегда был с Гудковым, причем с обоими, с отцом и сыном. Я не знаю, как они связаны, каким-то бизнесом или чем, но да, это такой вечный человек Гудковых, наверное, и тоже постоянный гость разных шоу на телевидении. Да, скажи, пожалуйста, ну разве вот обвинение во флюгерстве, да, которое в этом донате есть, я думаю, что подразумевается, что ты очень часто меняешь позицию или меняешь условный лагерь, которому тебя прочисляют, хотя там я тебе... я бы, да, не сказал позицию, просто это как бы сказать, аудитория, будь то либеральная или нелиберальная, вдруг оказывается сильно удивлена, что ты в каком-то вопросе не с ней. Вот. Только и все. Мне кажется, у меня-то есть моя аудитория историческая, которая как бы там, ну, не очень, может, велика, там какие-то, опять же, сейчас десятки тысяч людей, вот те, кто читает мои колонки, и я ее лично собирал годами, и люди, читающие меня, вот как бы все эти годы непрерывно, они, наверное, видят меньше противоречий, потому что тоже у меня есть такое хобби, дурацкое, наверное, то есть звучное, когда вот под девизом новые колонки я часто выкладываю свои старые тексты, которые, ну, собственно, ничем не противоречат тому, что я думаю сегодня. Я вообще стараюсь, чтобы моя новая позиция не отменяла старое, а дополняла. То есть у меня были моменты, когда мне какие-то фашисты, там, не знаю, правые футбольные фанаты пишут, наконец-то ты, типа, понял, что Антифа это отстой, как бы, а мы молодцы. Нет. Я понял, что, то есть я не передумал, что Антифа молодцы, вы тоже молодцы, я вас обоих люблю. Это, наверное, сильнее всего бесит, почему-то, не знаю, как-то так скорее у меня и получается. Ну, все потому, что лагеря ищут себе бойцов, даже виртуальных, поэтому они сами тебя причесывают. Да, 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 на самом деле, вот Ильич, при всем, да, партийная организация, партийная литература, ничего, ничего другого до сих пор не придумано. Вся, вся литература должна быть партийной, к сожалению. Так, два доната у нас еще пришло. Венцель пишет, Плющев и Кашин забавные старперы со своим БГ, ламповая, тусатый хлыщ, какая-то совсем бестоложная цифровая. Спасибо. Главное, платите, платите деньги, да, платите деньги. Мамашин, последний донат пришла на 200 рублей. Олег, ваше отношение к Медузе? Прошу, Олег. Ну, тоже, вот как раз, когда вот сейчас, я не помню даже в каком ключе прозвучало, что вот есть независимые СМИ, о каких это речь. И вот, собственно, тоже у меня недавно, сейчас самая, как сказать, саморекламная выступлю, я читал лекцию в Глазго, меня спросили тоже, типа, какие в России есть независимые СМИ, я уверенно сказал, Медуза, вот, и точка. А она не в России, и независимая. А она не в России, да, и получается, что вот, нет, Медуза, но сегодня, наверное, вот из той школы журналистики, в которой в разное время были там и Лента та же, и РБК, между прочим, и Коммерсант когда-то, сегодня вот это вот в этой страте издание номер один, а номер два, наверное, уже и нет. и ко всему на смете, да, или там к истории с харассментом, ну, нельзя отнять, что как бы, если ты хочешь что-то прочитать хорошее, качественное, интересное, ты заходишь туда. Скажи, пожалуйста, а вот сейчас, на данный момент, я просто не в курсе, а есть у всех там, или у вас понимание, кто инвестор основной Медузы? Они никогда же не было этого понимания, сейчас опять пошла новая волна слухов про нового-то инвестора, уже опять же, Лаилисского, как часто бывает, когда некая независимая сния ограничивается двойной сплошной, вот непопулярен слух, что такой инвестор у них появился, не знаю, и даже не уверен, что стоит в это верить, но, по крайней мере, что-то происходит, что-то меняется, и вот смотрим, ждем, интересно будет, особенно если они переедут в Москву, как тоже есть такой слух, мне он очень кажется интересным. Саша, ты знаешь что-нибудь об этом? Нет, я вот с удивлением слышу об этом, ничего не знаю по этому поводу, но мне кажется, что переезд в Москву, это бы поставило прям крест на нынешнем коллективе и нынешнем имидже Медузы, поэтому мне кажется, ну это такой самоубийственный ход, примерно как, знаешь, VPN, которые согласились подключиться к системе фильтрации. Ну не знаю, по-моему, Медуза в последнее время как-то многовато крестов на себе ставит, сама отлично с этим справляется. И там была такая критичная, наверное, ротация кадров в том смысле, что вот как бы ушли... Куча народа ушло, 11 человек, по-моему. Куча-куча, но системообразующие люди, такие как Красильчик, прежде всего, потому что Медуза была сочетанием ленты и афиши, и афиши там уже не осталось совсем никакой, и как бы это тоже уже, наверное, показатель. И приходящие новые люди, там тот же Ковалев, которого, в общем, люблю, но при этом он не есть носитель вот того духа Медузы, который как бы был все эти пять лет. Вот что тоже новое. Дух Медузы в плане, типа, какое-то количество журналистов в изгнании, которые имеют личную мотивацию. Ну да, да, плюс журналистов, которые сидят и говорят, мы такие клевые, мы самые клевые на свете, вам остается только принять это. Собственно, вот этот дух тоже уходит, а он тоже был важен для Медузы, на самом деле, очень. Почему? Потому что это клевость как игра, да, то есть, да, вот есть люди, там, заходишь в комнату, сидит человек, говорит, типа, я самый клевый, и если ты заходишь и там ему улыбаешься, ты подхватываешь правила игры, и вот между вами происходит эта химия, да, а здесь уже нечем происходить, клевых не осталось. Ну, то есть, ты прогнозируешь как минимум изменения Медузы? Новую Медузу, да, может, надо будет не хуже старой, но это уже будет все равно не то, что было до сих пор, да, то есть, как бы, вот этот опять зафишевский слогом первых лет, как скажем, так и будет, он в Медузе был незримо, да, и вот сейчас он исчезает. Слушай, а ты вот еще написал на этой неделе колонку про Арти, ну, как раз про переход там Винокурова и там так далее, и я так понимаю, ты присоединяешься к тем, кто прогнозирует, что Арти, значит, ну, как это сказать, будет, Арти будет для внутреннего потребления, да, то есть, они раньше в основном для внешнего, а сейчас они перестраиваются на внутреннее и, в общем, это будет тоже качественно туда-сюда и, ну, я думаю, что я донес мысль. Вариант, что не закончил. Мы это видим на глазах, да, продолжай, пожалуйста, извините, пожалуйста. Нет, нет, это я сам себя природу. Мы, 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 мы просто уже это видим, что они охватывают и русские темы и на русском языке пишут, собственно, про то, о чем мы спорим. Да, про Плющева пишут и про то, как он вмешивается в выборы питерские. Это загадочная история, тем более, ты знаешь, Плющев, да, что я сам вот должен был поехать в ту поездку в НАТО, вот, и предпочел, предпочел выступление в Москве в этот день и, в общем, не смог. Известно. Да, ну, не только, потому что не только 60 минут я еще выступал в Репаблике, да, но сам факт, да, почему у вас сорти, почему вы так воюете? Я понятия не имею, я второй день уже рассказываю, что, Плющев совсем не имею. Вы спросите у тех, кто занимается этой войной, но это достаточно забавно, понимаешь, в чем забавность? В том, что это, ну, пишут про меня, там, какие-то вещи, что я взял Гранту НАТО или еще что-то, тут мне прислали какой-то текст, мне кажется, тоже их или кого-то из их вот этой обоймы, я не знаю, может, Каноненко, может, там, я не проверял, просто мне без авторства прислали, прям по стилю одно и то же, про какой-то мой текст еще с 17-го года, ну, то есть люди там начинают копаться в чем-то, и я, вот, все представляют ситуацию, это официальный канал Артина Русска, который, вот, ты представишь себе, чтобы официальный канал Эх Москвы что-нибудь писал про Паркера, допустим, на нем, ну, я не очень, вот, ну, и так прям, разбирал его деятельность, ну, не просто там дал бы статью, и может быть там, хотя часто на официальном канале Эх Москвы вообще ничего такого нет, там просто анонсы передач наших, к сожалению, вот, или, хорошо, пусть Эх Москвы, черт с ним, ну, там, говорит Москва какой-нибудь, или коммерсант, или, да даже Мэш, даже Мэш, я себе не очень представляю, чтобы он таким занимался, вот, канал Артина Русском реально превратился в медиасрачи, но только такие, очень сегментарные, вот, они взяли сегмент, и херачат, значит, почему это, как это вообще может быть, и зачем это, ты можешь это объяснить? Ну, я-то что, я же не Арти, я не понимаю, но, вот, момент этой дискуссии, что вот ты говоришь, они меня спрашивали, они выкладывают запрос, где они тебя спрашивают, они тебя спрашивали, или нет, лично тебя? Какой они запрос выкладывают, они просто сказали, что нам никто не ответил, вот. там был скан письма, типа, на твой ящик на Gmail, типа, уважаем ключик, скажите, пожалуйста, зачем вы ездили в НАТО, и давали ли вам грант? Я ни черта такого не получал, не знаю, вообще, абсолютно. Какие у вас прогнозы? Да, знаешь, я сейчас поищу заодно, может быть, было где-нибудь в спаме, мне прямо интересно, но то есть то, что я это в реальную почту, я послал НАТО просто. Так, у нас два доната упало, зачитаю с последнего, потому что в нем нет вопроса, Марго Симоньяна 100 рублей задонатил нам с фразой мальчишки, какие вы классные, вау, спасибо, Марго Симоньян, с прошедшим. Спасибо, да. Также Санек 555 отправил сообщение с покрытием комиссии и спрашивает, следите ли вы за выборами в Петербурге, какие у вас прогнозы? Саш, какие прогнозы? Беглов победит, Беглов победит тоже, но как можно следить за выборами, опять же, в Петербурге, предполагая, что победит кто-то другой, надеюсь, власть. Здесь все довольно предсказительно. Поэтому ты не следишь? А? Поэтому ты не следишь? Я читаю про разные приключения Беглова, опять-таки, которая сейчас, по ощущению, стала меньше, видимо, снег растаял, но сама эта вот подача образа Беглова, медийного, да, потому что в перемешку шло, Беглов кого-то поздравил и Беглов пообещал. Вот, ну, не знаю, кто ведет ему к кампанию, но она действительно смешная и шутки шутками, поскольку сегодня, да, сегодня 70 лет Матуенко. По-моему, сегодня. Как-то... Или вчера. Да, где-то рядом. Не любили. Я помню, что Губина, если вы помните, Диму, уволили с Радио России за то, что он назвал ее Гитлером. А вот, а сейчас кажется, что она реально была лучшим губернатором вообще за все годы и действительно вернула Петербургу имперский блеск и лучше, лучше, лучше нее никого так и не нашли. Несмотря на сосули, да. Да, 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 вот все сосули, та зима там, какого там, девятого года там или что, оказывается, она была круче там и Полтавчинки, и Беглова, и, собственно, Яковлева, и Топчака, да. А вот удивительно, это называется, не ценим то, что у нас есть. Потерявши плачем, да. Да, как калининградец, то же самое, думаю, пробулся, потому что, ну, реально чувак, который сделал Калининград, как бы, но передовым российским регионом, как бы, его реально ненавидели, а за что? А потому что приезжий, как бы, да, но вот прогнали в 1950-м году, вот, и как бы до сих пор, добрым словом, там, когда едешь из аэропорта по новой дороге Блотовской, таксист называют ее Босбан, как бы, да, вот от него дорога осталась, как бы, лучшая вообще в регионе, вот, но как бы он был плохой, и он народ свергал, как бы, ну, вот опять же, это, наверное, такая охранительная моя речь, и действительно, все не так однозначно вообще всегда. Саша, а ты как за выборами в Петербурге, коль скоро RT, RT, или кто там пишет, что ты за ними пристально следишь? Следишь ли ты за ними? Да, это, кстати, ну, вот, мне больше всего в RT нравится, что они не только пишут, как гниды, но, ну, в смысле, по стилю, но еще и постоянно что-нибудь придумывают, вот, придумать обо мне, что я слежу за выборами, это класс, но, вот они, кстати, придумали эту штуку, что они мне отослали письмо, Макс Ерыкин, спасибо, я специально посмотрел по этой женщине, которая отсылала Петрашка, ее фамилия Петрашка, вот, Елена, ничего от Елены я не получал, может быть, без малейшего понятия, ну, кстати, слушай, для того, чтобы получить там мою реакцию, все мои контакты, всем хорошо известно, и в конце концов, Маргарита Симоньян может взять мой контакт у Плющева, у Плющева, у Виндиктова, легко, вот, что касается выборов в Санкт-Петербурге, я понятия не имею, что там будет, но я точно знаю, что посрутся либералы меж собой, во-первых, потому что они всегда меж собой срутся, им только дай повод, вот, а во-вторых, они уже начали, и на выборах в Питере очевидно, что это будет, то есть, Навальный поддержит Бортко, я думаю, есть у меня такое впечатление, Бортко, это, соответственно, это сталинист, мракобед, и клон Никиты Михалкова, как бы, вот, Плющев сходите вместе с Кашиным, на 60 минут. Хвалил, когда Навальный его запустил, а я писал, что это, в общем, отстой, ну, какой Бортко, зачем вы поддерживаете? Нет, я не могу никогда хвалить, прямо, знаешь, вот это вот классная, замечательная идея, само собой, это хорошая попытка, вот, это интересная попытка, во всяком случае, то, что было на Дальнем Востоке, оно было интересно, и в смысле, и в смысле превращения выборов в интересное, это в интересное, это вообще, мне кажется, единственный способ. Цена сама по себе, да. Да, насчет того, что я хвалил, а что касается того, что они расколются, ну, вот как раз из-за того, что сказал Олег, да, одни смогут пойти из-за Навального и проголосовать за Бортко, а другие не смогут там перешагнуть через то, что он сталинист, что он клон Михалкова, что он коммунист, и что, и пусть уж лучше Беглов, или не знаю, или мы не пойдем, или пойдем за Яблоко, если там, ну, я думаю, что от Яблоко никого не допустят там. Так, а зритель прислал нам донат, Плющев, сходите вместе с Кашиным на 60 минут, пойдешь, Саша, если позовут? Не, я не люблю, когда орут все время, вот я только из-за этого не хочу, то есть я не хожу никогда туда, где тебя вырежут, вот, вырежут, порежут там, и так далее, вот просто стопроцентно, поэтому я никогда не пишусь для новостей, вот даже про интернет, про что угодно, я просто не люблю, когда вот порежут так, как тебе не нравится, а второе, это то, что вот когда все орут, все перебивают, и не дают договорить, у меня, видишь, у меня проблема, что я могу сам себя сбить с мысли, а тут меня легко просто вышло. Саша, там в минутах прямой эфир, так что вы даже это не могут, если что. Да, это правда, я говорю, что это другая история, почему я не хожу, потому что меня легко собьют с мысли, я как Норкин буду лежать с гипертоническим кризом. Лежать надо в любом случае, здоровье дороже. У нас два часа пролетело, и я хотел вообще у вас час побыть, но как-то это самое. Спасибо тебе огромное. Да, нам как раз пора расходиться, 18. Да, 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 что-то вообще, я все время еще сидел на улице, а в Лондоне еще холодно, между прочим, не знаю, как это, это же как на Руси, но... Холодный, нет интернета, отвратительный город. Да, 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 понимаете, вот шутки шутками в плане быта, в плане быта Москва на голову выше Лондона. То есть, я чувствую, как ты скучаешь, каждый раз об этом говоришь, приезжай. да, это правда, ну как бы... 11 апреля здесь концерт БГ в Крокусе пошли. А, здесь 18 мая, по-моему, ну, А, ну вот. Да, и Олег, как в следующий раз приедешь в Москву, пиши, я тебя научу с ОБС работать, чтобы твои стримы стали разнообразнее. Спасибо большое. Окей. Да, спасибо тебе огромное. Спасибо Олегу Кашину, спасибо всем, кто нас смотрел, а спасибо всем, кто донатил отдельно, как видите, мы действительно, если вы присылаете донаты, мы на них незамедлительно реагируем, зачитываем и вопросы задаем. Вот. Ну, на этом, наверное, все на сегодня. Я напомню, что мы с Сашей планируем стримить, каждую неделю по два раза, один стрим гостевой, один стрим, соответственно, ну, блин. Наш собственный. Так приятно вас слушать, друзья. Кто слышал? Донат пришел. И больше про БГ, он все-таки наш, питерский. Саша Беглов прислал, значит, донат, 100 рублей. Спасибо. Ждем еще отборка. Так приятно вас слушать, друзья, но усатого уберите, и больше про БГ, он все-таки наш, питерский. Ну, бумер очередной нам прислал, донат. Хорошо. Будем разную аудиторию аккумулировать, к тому же бумеры, возможно, пообеспеченнее и легче расстаются с деньгами. Так вот, да, второй стрим, значит, один с Нас Сашей, один гостевой, гостевой уже есть договоренность Нас Сашей с Ильей Варламовым в следующее воскресенье. И очередь, благодаря вам, вчерашним очередь встала примерно на два месяца. из гостей. Спасибо вам за это большое. Вот, и, соответственно, увидимся с вами точно в воскресенье в 16 будет Илья Варламов, и в какой-то из дней, наверное, в пятницу или в субботу, да, Саш? Я думаю. Да. В пятницу или в субботу. Вообще, мне нравится суббота, воскресенье, но вы же понимаете, что в субботу бывают всякие пьянки-гулянки, иногда от них трудно отказаться, поэтому будем как-то, или я уезжаю, или еще что-то. Вот. Кстати, вот в следующее воскресенье я точно не смогу, я просто буду в дороге. Ну вот. В смысле? Мы уже договорились. Как это ты не сможешь? Ой, слушай, блин, ты будешь один с Ильей Варламов, ну что страшно? Что же? Ладно, мы разберемся. Разберемся, да, хорошо. Да, и в следующую пятницу или в субботу, соответственно, мы проведем с Сашей вместе стрим, без гостя, и если вы будете активны, если будете донатить, если будете писать, если будете спрашивать, то мы, думаю, даже побольше, чем два часа посидим, или три часа мы вчера сидели. в общем, сегодня не можем дополнительно, даже если вы... Саши эфир на программа «Точка», слушайте на Эхи Москвы. Кстати, сегодня в 21 час по Москве на Эхи Москвы приходите, там тоже есть чат, тоже все только про технологии, хотя и про политику даже может быть больше, чем про технологии. Вот, еще что хотел сказать, одно, мы с тобой можем в субботу провести гостевой чат, если передоговоримся с Варламом, и все. Ну, хорошо, мы придумаем, следите за объявлениями в Твиттере моем или Сашином в телеграм-каналах наших, там накипело и телеграм-канал Плющев, мы обязательно напишем, как станет понятно по следующему стриму, но мы настроены, Саша, серьезно, хотим с вами почаще общаться, нам пока очень нравится, мне кажется, получилось. Шикарно, да, шикарно, а совмещать пьянки и стримы будем, но это другая история немножко. Чуть-чуть, чуть-чуть другая, кстати, про Олега Кашина, мы когда с ним договаривались, он сказал, что придет на час, я спросил, почему, он сказал, что больше, наверное, будет скучно, и мы договорились с ним, что как пойдет, поэтому видите, он с нами два часа целых провел, все благодаря вам и вашим вопросам, спасибо большое, все, мы завершаем, всем спасибо, всем пока.